Почему люди, которые ведут себя гадко, у них все получается в жизни? А люди, которые ведут работу над ошибками, как-то такие мудрые, у них что-то не получается. Ну, вы знаете, вы не смотрите далеко. Вы смотрите на какой-то короткий промежуток времени, вы же не видите дальнейшую перспективу. Поэтому не оценивайте. Не оценивайте. Добро всегда побеждает. Просто мы не видим этот длинный отрезок, как это случается. Но это закон этого мира. Добро всегда побеждает. Зачем вам удача на коротком отрезке, если потом вы все потеряете? Ну, задумайтесь. Добродетель, доброта, нравственность, культура всегда побеждает в итоге. Поэтому держитесь этого. А знаете, как она побеждает? Она побеждает уже внутри вас. Потому что, когда вы следуете этим идеалам, такой чистоты, нравственности, порядочности, вам уже хорошо внутри. Потому что внутренне есть вот это нравственное чувство, которое как будто опору создает, что я правильно действую в этом мире. То есть вы уже получаете результат. Он внутренний, он может быть не внешний. Но позже придет и внешний через какое-то время. А вот человек, который подтворствует каким-то низшим страстям своего характера, пытается как бы обыграть жизнь, обхитрить ее, взять лучшее, присвоить себе что-то. Вы знаете, он же внутри уже не удовлетворил, потому что душа-то не согласна с этим, бог-то в сердце не согласна с этим. Вот эти угрызения совести, вот это чувство вины, это какая-то пустота, ощущение бессмыслица, это все присутствует с самого начала. Поэтому вы задаете свой вопрос и вы оцениваете с внешней точки зрения. Вот он внешне имеет что-то, а я внешне не имею. Слушайте, поймите, что есть два результата от любого действия. Внешний и внутренний. И внутренний в каком-то смысле более важный, чем внешний. Потому что внутренний он всегда с нами, мы от него никуда не спрячемся. Внешне может появиться результат, может исчезнуть. А вот это чувство угрызения совести, чувство вины, чувство неудовлетворенности, пустоты, бессмыслица, он уже все время с нами. Зачем вам это? Когда человек действует порядочно, нравственно, он уже имеет настоящий результат. Это результат внутреннего. Нам стоит это ценить. Продолжение следует... Продолжение следует...